Найти своего человека во все времена было непросто. Раньше вопрос решался отсутствием выбора. И действовала пословица «стерпится, слюбится». Когда появился бесконечный выбор, само общество стало эгоцентричным, где главное – это наше субъективное чувство счастья, а не какие-то общие цели семьи, какого-то сообщества, страны и так далее. Все оказались в ситуации, где хочется найти человека себе для личного счастья. Это такая потребительская конструкция. Где человек, который меня полюбит, будет обо мне заботиться или еще что-то? Что это такое? Это идея, что это можно купить где-то? Или что? Ну так, все же можно купить. Ну так давайте купим. Продается такое? Даже если объявляют, что продается, по факту выйдет что-то другое. Поэтому ожидание сейчас, что сами по себе у нас сложатся отношения. Мы не понимаем просто собственного эгоизма. Что мы все оцениваем и отношения исходя из того, насколько нам хорошо. И при таких отношениях вы никогда не найдете вторую половину. Понимаете? Во второй половине – это когда этот дает этому, а этот этому. И половины дают друг другу. И можно автономно. И вот сейчас это мода на автономию. Я один, мне так проще. Я одна, мне так проще. И так далее. Ну вот как бы человек сам себе проще. В счастливых отношениях что? Мне дают что-то, а меня кормят, и я кормлю. Это как в моей любимой притче. Когда человек побывал и в аду, и в раю, и вернулся, его спрашивают, ну как там в аду? Он говорит, в аду ужасно. Там огромный стол, все сидят друг напротив друга, все ломится от явств, а у них руки не сгибаются, и они не могут положить в рот. И вот сидят голодные, слюни текут, явства только прибывают, а все не могут насытиться. Ага, интересно. А в раю как? Ну, в раю то же самое в смысле. Ну да, тот же стол, те же явства, те же люди сидят друг напротив друга. Так в чем разница? В раю они кормят друг друга. Вот что такое отношение. Взаимность такая, вы готовы кого-то покормить? Ну, в объемном смысле, да? Что-то ему дать от себя. А он готов вам взамен за это тоже что-то вот это дать. И вы живете в этом постоянном цикле обмена. В этом случае это отношение. А когда мы говорим, я хочу, чтобы меня принимали, меня любили, мне вот дали то, мне дали это. Вот. Получается, морфушие сказки про Морозко. Понимаете? Нет отдачи. И так вы никогда не построите отношения. И... Но здесь вот риск всегда. Понимаете? Мы рискуем, когда мы даем. Да? Но вот здесь вопрос. Ну, вот у вас на весах. Вы хотите быть счастливы? Или вы рискуете тем, что вы сейчас кому-то дадите там, тепло, понимание, поддержку, заботу? Вот. Может быть, с той стороны как бы будет несимметричный ответ. Ну, значит, не ваш человек. Но как бы жизнь продолжается. Но если вы не дали, вы не знаете. Вы не знаете, ваш или нет. Поэтому все начинается от нас самих. Как и морфуши, так и Настенька. О, Настенька была. Полморозки. Вот. Так что не бояться давать. А то, если вдруг откликнется, дадут в ответ вот скажите, вот она радость. И вот оно. И вот они, понимаете, началась жизнь.